Откручиваю кронштейн. Шланг держит. Да, я сниму здесь и откручу его от рулевой рейки. Хотя не буду, я его в сторону отведу. Шланг отцеплять не буду. Все-таки я вытащил, не показал, камера разрядилась, а я там болтаю. Ну, сейчас покажу. Вытащил проводку из салона. Здесь разъемы снял с блока. Снял с этого. Теперь у меня остается только один пучок, входит в этот блок реле. Сейчас я его открою, вытащу и от него тоже отключу. Поэтому я уже смогу двигатель с коробкой опустить вместе с пучком вот этих проводов. И не надо будет уже вот это лазить, отделять. Это все целиком снимется. И та проводка, которая проходит снизу, из-за которой я хотел снять кронштейн, тоже останется с двигателями. И потом уже на месте будет удобнее это демонтировать. Вот здесь снял бардачок. Снял нижнюю боковую накладку. Так как под ней я еще два разъема разъединил. Вот с этого блока я снял. Так, это-то можно не снимать на место, поставить. Разъем раз, два, три, четыре. С него снял, с большого блока. Один здесь снял. И два снизу снял разъема. И вытащил. Здесь, вон видно, отверстие на улицу. Проводку. Разъемы все разные, перепутать будет. Ну, очень надо постараться, чтобы куда-то что-то воткнуть не так. Сейчас снимем. Здесь. Блок должен подниматься вверх. Вот фиксатор. И здесь фиксаторы есть. Так, они разделены по-разному. Здесь даже ничего не надо. Здесь все предусмотрено. Вот когда, не знаю, че лезешь первый раз. Здесь у нас тоже разъем. Вот так вот вся коса остается на двигателе. Ну, я пока ее не раскладываю, потому что мне еще надо снять патрубки на печку. Снять трос переключения передачи. Я вот так и не снял. И потом уже можно будет выставлять двигатель под нему. Откручу подрамник. Выставлю уже двигатель на подрамник с обоих сторон. И откручу подушки на коробке и с левой стороны. Сейчас двигатель в данный момент висит на трех подушках. Но третья подушка на подрамнике так и останется. Но еще мне надо будет сейчас открутить в салоне от рулевой рейки рулевой вал снизу. Идем откручиваем. Открутил по бокам две капроновые гаечки. И снимаем теперь вот этот колпак пластиковый. Он разрезной. У нас видно карданчик. Как можно открутить верхний, так можно открутить и нижний. Я откручу. Я откручу. И откручу, наверное, нижний. Но перед этим я маркером помечу его для удобства, когда буду устанавливать, чтобы попасть его нормально. Рулевая колонка у меня сейчас в замке. Вот так поставлю метки. И потом, когда буду собирать, уже его зафиксирую так же по меткам. Головка на 12. Продолжение следует... И потом, когда будет Всё, болт выкрутил. Так, а верхний ослабить, наверное. Верхний тоже ослаблю, чтобы у нас карданчик имел отход. Вот видно, всё, он пошёл. Теперь опуская рейку с подрамником, всё выйдет. Вот здесь вот клипсы по бокам, защёлки. Я их сразу немножко притоплю вниз, чтобы у нас с пыльником всё это сошло. Всё, пыльник я скинул тоже, шевелится отдельно. Ну, поднимаем, откручиваем подрамник. Так, откручиваем. И здесь точно так же. Вот эти гаечки на подрамнике я ослабил. Здесь у нас подрамник отошёл. Всё у нас в данный момент. Двигатель, вернее, подрамник с частью крепления рулевой рейки всё висит только на этих двух болтах. Вроде бы основное всё открутил. Дополнительно здесь снимать ничего не надо. Сейчас ещё пробегусь, посмотрю. Ну, сейчас опускаю, ставлю на бруски и разбираем сверху. Сгородил я вот такую городулю. Двух сторон. Уже не первый раз это я делаю. На подрамник поставил. Спереди всё стоит. Стола пока у меня нет гидравлического. Позже его приобрету. Сейчас откручиваю обе этих гайки. И всё. И начинаю потихонечку приотпускать. После того, как патрубки от печки отцеплю. И отцеплю подачу топлива. Также у нас должна быть ещё обратка. Надо ещё обратку посмотреть. Переливную тоже отцепить. С отцорбера. И можно будет при... Поднимать кузов. А двигатель будет отпускаться, оставаться на месте. Ещё увидел. Здесь разъём. Скажу уже потом. Вот на коробке. В разъёме масло светится. Начал потеть. Хотя сам он ещё сухой. Только внутри. Сниму я ещё радиатор для удобства. Открутил с двух сторон вот эти подушки. Также здесь посередине открутил крепление трубки на кондиционер. Подушки наживлю обратно. Разверну их просто. Разъединил здесь два разъёма на электровентилятор. Убрал в сторону. Вот они. Упали. Не убрались в сторону, а упали. Ну и всё у нас. Радиатор можно поднимать. Всё. Радиатор можно поднимать. Кую. Приятного аппетита. Убрались. не зря мы снимаем он грязный заодно сразу и помою его открутил я сверху болт головка на 14 болт головка на 17 гайка сверху на 14 и снизу гайка на 14 вот он кронштейн у меня шевелится но трубка мне его снять не дает поэтому я его снимать не буду буду сейчас поднимать кузов и просто стеной по мере освобождения также здесь болт с подушки я открутил и по трубке оба я с печки снял здесь подачу топлива подачу топлива я еще не снял снимаю подачу топлива такой это просто крышка теперь нажимаю фиксатор и снял разъем принципе принципе все пробую приподнимать все кронштейн я снял а теперь приподнимаю бегаю вокруг смотрю чтобы нигде ничего не тянулось нигде ничего не гнулось просто выходила и 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 вот и все вот он наш двигатель вместе с коробкой а теперь уже скидываю с него навеску и все остальное и вот так вот выглядит эта вся картина теперь машина сверху двигатель снизу но так удобнее и вся проводка на двигателе и подлезть везде и открутить удобно но работа чуть побольше до снимаю ремень катушки я снял провод убрал вот это у меня состояние вообще-то непонятно температура такая как будто здесь горела головка на 19 поднимаем вверх потихонечку и скидываю ремень откручиваю помпу не помпу а шкив помпы откручиваю шкив каленвала его я предварительно ослаблял ослаблял думал он уже ли забыл он уже ловил не убрал он и Сразу выставить его по метке. На ноль метку выставил, сальник мы новый установим, откручиваю натяжитель, головка на 14 и откручиваем вот этот нижний пол, сзади гайка. Снимаю проводку, разъемы. Вот здесь теперь сейчас хорошо, коллектора скинем на месте, головку уже снимем отдельно без коллекторов и работать с ней будет удобней. Откручиваю генератор. Нижний болт на 12. Нижний болт на 14. Втулка зажала, сзади втулка-гайка. Все, расширили. А чтобы ее потом такую устанавливать назад было удобно, вот эту втулку сейчас молоточком тюкну, и она пойдет уже легко. Наворачиваем болт, несколько витков тюкаем молоточком. Болт выкручиваем. Все, встает и одевается легко. При установке уже будет легче. Откручиваем термостат, две гайки, головка на 10. Сейчас, наверное, антифриз побежит. Да, маленько. Чуть-чуть. Совсем самую малость. Ападать! С другой стороны. Да и пусть он стоит. Откручиваю, щуп снимаю. Тоже болтик, головка на 10. Термостат потом вытащу. Снизу резиночка. Все в грязи. Ну, то, что туда песок попадет, ничего страшного, потому что буду промывать. Снимаю экран коллектора. Надеюсь, что все гайки, болты открутятся. Ну, пока все идет. Упал ключик. Какой неудобный болтик здесь. Сейчас-то его удобно крутить, а на автомобиле-то... Откручиваю коллектор. И снизу откручиваем два болта на 14. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Коллектор можно снимать. А, можно снимать. Здесь рециркуляция отработавших газов. Еще сбоку прикручено. Поэтому откручиваем еще сбоку две гайки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И закручено. Головочкой Е7. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, одной шпилькой обойдемся. И устанавливать потом будем нормально. И снимаю стартер теперь. Подкручиваю два болта на 14. Зачем стартер снимать? А стартер мне снимать-то и не надо. Стартер останется на коробке. Компрессор кондиционера снимаю. Четыре болта. Головка на 12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь здесь снимаем гидроусилитель, насос. Потом снимаем коллектор. Здесь интересно, здесь форсунки находятся под коллектором. Чтобы до них добраться, нужно поковыряться. И здесь же, снизу второй болт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У соседей в гости приехал мальчик на лето. Так что мы теперь будем с сопровождением детского радостного крика. Разъем снял. Насос снял. Так, а что у нас здесь с коллектором? Сниму трубку, которая у нас идет на рециркуляцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, я думаю, что можно коллектор теперь откручивать и снимать. Откручиваю болты на 12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Вот все, коллектор сняли, это заслонки, тоже надо будет помыть. А вот он, этот кронштейн, который я пытался снять, его и снимать не надо было. Он бы снялся вместе с коллектором, а здесь помимо всего еще проводка к нему крепится. Продолжение следует... Вот и все. А форсунки находятся вот там, сзаду, снизу. По-хитрому. Датчик детонации тоже. А-а-а! Не-ка-а! 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 Вот так вот! Вот, вот сюда! А-а-а! Не-ка-а! 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 Не-ка-а!